Толкование на Евангелие от Матфея. Стих 18. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камня я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». В воздаянии Господь назначает Петру великую награду. На нем создать церковь. Петр исповедовал его Сыном Божиим. «Сие это исповедание, которое ты исповедал, говорит он Петру, и будет основанием верующих». «Посему всякий, намеревающийся устроить здание веры, должен положить в основании это исповедание». Дорогие друзья, здравствуйте. Просят, спрашивают некоторые продолжения, уточнения. К предыдущему видео должны, друзья, всматриваться в свет. И только в свет. Потому что тот, кто всматривается долго в темноту, тогда темнота начинает всматриваться в таких людей. А это страшно. Еще всегда говорят, что красота в глазах смотрящего. Но и истина в глазах тех, кто ее ищет. То есть Бога. Давайте скажем еще несколько слов по поводу совершенно удивительной вещи. Что такое камень представлений иудейского сознания. Давайте попробуем открыть для себя скрытые значения, которые скрываются. Да, так много тавтологии. Но она важна. За камнями в Библии. От силы до спасения. Разгадай увлекательный символизм, который приведет тебя в трепет. Потому что в Библии все символично. Я не знаю, друзья, по-моему, это приводит в какое-то восхищение, желание жить. Если нет Бога за всем, за всем, что бы мы ни делали, куда бы ни смотрели, что бы ни чувствовали, то каков тогда смысл нашей жизни? Теряя этот смысл, люди приходят в отчаяние, в депрессию. Мысли суицидальные. Да, никто не скажет, что у человека верующего не бывает депрессии. Еще как бывает. Мы помним, апостол Павел даже не смог проповедовать одно время в Тарсе из-за этого состояния, которое мы нынче называем депрессией. Она есть и будет. Мы живые люди. Но кто выводит нас из нее? И когда нам виден путь, куда выходить из нее, из каких-то зависимостей даже, тогда можно преодолеть все, друзья. Если этого пути нет, нет веры, нет Бога, творения и Творца, все теряет смысл. И бесполезно писать учебники, как воспитать правильно детей, чтобы они любили свою родину, своих родителей, если нет за этим любви. И к всего и вся Творцу. Такая маленькая прелюдия для того, чтобы мы с вами ощутили сейчас интереснейший факт. Факт символизма, открывающий смыслы слов Христа, да и всего Писания. Кстати, все это исповедание, которое исповедовал, говорит он Петру, речь идет о том исповедании веры в то, что Христос – глава всего. Единственный посредник, единственный посланник, единственный первосвященник, кстати. А исповедание значит, что я, Мессия, говорит Христос, Сын Божий, глава вашей общины. А ни в коем случае не кто-то из людей. Более, что Петр не сам сказал это изречение, а Духом Святым, но Учителем. Он услышал его, это да, вся слава Богу. И на этом следовании указаниям Духа Святого будет община Христа. То, что должны делать все христиане. Да и вообще все люди на земле слышать голос Бога, посланника Его Духа Святого. Но Учителя Духа знаем из смыслов Библии камень преткновения и камень, который положили строители во главу ула – краеугольный камень. Драгоценные камни, которыми были украшены на перстнике пересвященника. Один из них не случайен. Рубин, томас, изумруд в первых рядах. Второй – карбонкул, сапфир, алмаз. Далее – яхантагат, эметист. И самый употребляемый как наименование, как символ – камень Рубин в Писании. Он был излюбленным камнем многих правителей на протяжении веков. Что важно нам понять. Нам пишет, например, допустим, православный толкователь, что камень во главу угла – это какое-то метафорическое значение. Друзья, нет. Нет. Да, конечно, любой символизм имеет еще и метафорическое значение. Но главная суть не в этом. Дело в том, что на еврите слово «камень» – «эвэн». Это слово имеет две составляющие. Первое – отец. Второе – сын. Потрясающе. Таким образом, совмещая эти два слова – отец и сын – мы имеем целое слово «камень». И вот этот сын от отца, Мессия, Иисус Христов, он и положен в углу. Это, кстати, тоже спорное выражение, краеугольный. Часто эти камни клали в конец арки, она завершалась на них, неважно. Такой камень, венчающий арку, на которой держится арка, называется замковым камнем. На этом камне вся конструкция держится, чтобы там не было построено. И этот камень, который отвергли строители, кто такие строители, те, кто решил сесть на седалище Моисеева, под себя подмял спасение, причастие, исповедь, все праздники, денежный мешок. Вот они как раз и есть, граждане, ничуть не изменившие свои аппетиты со времен иудаизма древнего до наших времен, самопровозглашенные, отвергли Христа, хотя замусоли ими его на такой степени, что уже делается больно. Так, это камень, тот, который будет в начале всего строительства. А теперь, друзья, важно. Мы говорили с вами, что когда есть единый монолит чего-то, строительство во имя Бога, то тогда управитель один над этим строительством. Например, люди строили Вавилонскую башню в свое имя и хотели дать ей имя свое. Там не было идеи Бога, а идея себя туда воткнуть. То, что мы делали многие годы, хотя имена у нас меняются, то мы атеисты, то мы христиане, то мы православные, то мы еще кто-то. А идея одна – себя воткнуть во все ключевые детали и строение Божье. Хотя надо сказать, что мы там имеем огромные важности места, но это Бог нас туда ставит, куда Он считает нужным, а не мы сами себя, где нам хотелось бы. Почему это важно? Сей камень не возник сейчас и никак не может быть на Петре. Он был всегда до сотворения мира. Он основа мироздания. Мы, ставшие христианами из языческих племен, лишь присоединяемся к нему, как к той маслине, о которой говорит апостол Саввул. Прививаемся в славе единого Бога. Итак, этот камень, это строительство, это основа монолита, когда она соединена из нескольких частей, которые имели своих управителей, учредителей ангелов и духов, делаясь монолитом, они имеют одного управителя. И об этом говорит Христос. Очень важны для нас слова. Здесь идет игра слов, потому что не просто так «Дал Христос имя своему ученику, камень, Петр, и дал его в уста произнести истину, ты есть сын Бога живого». Но ни в коем случае здесь речь идет не о Петре, ни в коем случае. Он говорит «Да, камень, и ты, и мои ученики, все вы, апостолы, и все, кто пойдет за вами, создадут монолит единой веры и единого стремления. И тогда будет над ним один управитель, какой я Христос». И вот на этом монолитно я поставлю свою общину. Церковь у нас очень искажено понятие. Извращено. Она превратилась в шаблонный штамп какой-то иерархической структуры, когда на самом деле экклесия по-гречески ничего общего с нашим пониманием, понятия нашей категории современной не имеет. Это группа людей, устремленных в одну веру, в одну цель, к одной идее, в одном мировоззрении. И я создан на этом камне, теперь он един, а не расшленен. Один управитель – это я, сам буду вам посредником. Не надо уже здесь никаких ангелов, никаких священников, бывшими посредниками святая святых до прихода Мессии. Я создам мою общность. И тогда врата смерти не одолеют ее. Ад – это опять отдельная тема, как мы ее себе представляем. Шеол – это могила, страна молчания. Если бы не ты, говорит Давид, Господь, то ввергся я бы давно в страну молчания. То есть шеол. Но это не суть важна. По-гречески – аид. Друзья мои, представляете, о чем здесь речь? Каким же больным воображением надо было поставить во главу не Камень, не Христа у правителя, а Петра? Это то, что сделали католики. По нашему воззрению, Петр тоже имеет некие ключи. И начальник всех апостолов и так далее. Здесь очень интересное обыгрывание. Именно семитские языки, мы с вами говорили, имеют образный контекст прочтения. Они как иероглифы. Они не наши синтетические современные языки, новыми русский язык. Я не говорю, что он плохой, он великолепный. Он другой. Он другой восприятии, ментальности другой. И здесь рисуется картина. Здесь идет парафраз. Ты, Петр, ты сказал истину, потому что ты не сам от себя ее сказал, а тебе ее Дух Святой прочитал. То есть ты услышал. Это важно, научитель. И вот на этой общине, вот на этом камне, который будет создан из многих рассеянных камешков, над каждым есть свой управитель. Нет, теперь вы будете монолит. Я буду единственным вашим посредником между небом и землей, между Богом и человеком. Единственным управителем. Я ваш посланник. И вот такой монолит не одолеет вторая смерть. Помните, апостол Павел пишет сначала смерть, а потом суд. Павел говорит, сначала смерть физическая первая, а потом суд. И потом уже по результатам суда, как там присяжные, вынесут свой приговор. И Господь будет выступать обличителем. И прокурор сатана определяет все, что он наклепал всякие кляузы за всю жизнь человеческую, каждого человека. А защитник, адвокат, это Христос. Он ходатать за нас, говорит апостол Павел. Друзья, это же надо было нам так подскользнуться, чтобы вместо Христа поставить Петра при всех его достоинствах, как камень краеугольный. Конечно же, не так это. Кстати, важно, значение имени Шимон, библейского Симона, услышанный. Но посмотрите, как человеческий камушек, если он откалывается совершенно странным образом, тут же превращается в камень преткновения. Мы видим в этой же части Евангелия, когда Христос говорит тому же Петру, отойди от меня сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божий, а о том, что человеческое, а причем не сатана. Потому что сатана подпихивает человеку соблазны человеческие. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это соблазны человеческие. Вот соблазнился Петр тем, что сохранить себя, свою похоть плоти, и Христу это предлагает, и это соблазн, за которым пошел Петр. Вот тут он становится камнем преткновения. Как легко перейти с одного состояния в другое. Вы только тогда, монолит, друзья, когда над нами есть наш управитель Христос, когда мы его слушаем, его, сын мой, его слушайте, говорит нам Творец. И мы с вами в доключении этой маленькой беседы приведем стих из книги пророка Исаия, который цитирует также апостол Петр в своем первом послании. «Посему так говорит Господь Бог? Вот, я полагаю, в основании на сегодня камень, камень испытаний, треугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Ну, здесь немножко перевод, но не в него верующий, а уповающий, опирающийся на него, потому что как-то верить в камень даже в этом контексте перевода не совсем верно. Ну, суть понятна, тем не менее. Верующий в то, что этот камень есть основа всего, камень, который поставил Господь Бог по главу угла мироздания. И заключает Исаия. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отверли строители, но который сделался главой угла. Камень преткновения и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены, на что оставлены. Притыкаться, не покоряясь слову. Хочешь так делать? Делай, но врата узки. Помни это, и немногие войдут в них. И человек, распёртый своим самодостоинством, своим правильным верованием, гордостью, самомнением, раздувается так, что протиснутся врата небесные. Ему будет невозможно. И не просто так нам дана такая тонкая грань между камнем преткновения и камнем нашей опоры, краеугольным камнем, Христом, чтобы мы постоянно уповали на Бога, искали Его опоры в Нём, иначе мы немедленно соскользнем в камень преткновения. Всем радости познания, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok